Мы сейчас будем создавать видео-страницу захвата, и прежде чем это делать, вам нужно выбрать видео. Постарайтесь, чтобы видео не было без всяких титров в начале, потому что человек, когда откроет страницу, и эти будут титры бегать, мешать ему, сосредотачиваться, нужно, чтобы был ваш текст, а не всякие титры по бокам. Поэтому, если вам нравится какое-то видео, но в начале идут какие-то титры, скачайте их себе на рабочий стол, обрежьте, залейте снова себе на канал, но сделайте закрытым доступ по ссылке, потому что YouTube будет блокировать это авторские права. Все такие видео, они все с авторскими правами, и он долго не даст вам, он заблокирует его или канал и так далее. Поэтому понял, что делать. Дальше идите к себе на блог, выбирайте Pages, Add New. Блог это вообще шикарная штука, это огромный трафик, если писать сюда статьи, даже копировать чьи-то, переделывать, вывешивать, то по ключевым словам, люди, кто ищут, они попадут на ваши статьи, если здесь каждый день по одной писать, это очень интересное дело. Итак, пишите здесь название вашей статьи, если для англичан на английском, я вам давал там список ключевых слов. Включайте вот эту кнопку, сохраняйте эту статью, сохраняйте сначала, и запускайте вот эту вот кнопочку. У нас выйдет такое гно, где нам предложат выбрать тему. Нажимаем Squeeze Pages. Нам надо самая простейшая тема, но со страницей захвата, с формой подписки, чтобы она была. Вот я выбираю такую. Не берите с темным фоном, потом будет проблема удалять ее. И теперь вот, когда мы выбрали, нам вот это самая главная штука. Остальное все ерунда. Мы берем, нажимаем Page Settings, находим Background Image, и мы нажимаем Remove, убрать. Все, мы убрали. Теперь смотрите, самое главное, что у нас. Мы нажимаем Background Video, здесь снимаем, чтобы звук играл, чтобы видео наше со звуком играло. Вставляем и сохраняем. Любое действие сохраняйте всегда вот этой кнопкой. Все, это все сохранено. Теперь просто посмотреть. Вот еще лого, видишь, что здесь творится? Вот эту фигню надо еще... Любую штуку здесь можно удалить вручную. Любую. Если вдруг вы нажали, не ушла картинка, можно все удалить вручную, кроме... Это вы тоже можете удалить, но вы потом это не восстановите, ребята. Вот эту штуку удалять нельзя в форму подписки. Опять Save Changes. Видео мы поставили. Нажимаем на глаз и смотрим, как у нас легла страница. Все, у нас чистейшее видео играет, все нормально. Теперь наша задача, что сделать? Сделать это попрозрачнее и поставить текст здесь, который нам нужен. А так видео стало так, как надо. Без проблем. Так, эта штука делается так. Вы на него внизу самым нажимаете, вышли на стройке, нажимаете на колесико, открывается колесико. Здесь нам что? Если мы хотим посередине, пусть будет посередине. Если вы хотите чуть-чуть его в сторону сдвигать, значит, вот, видите, сдвигать это вниз, это влево, а это вот здесь больше рисуется окно. Так, это влево уходит. Видите, цифры меняются, эти рисунок меняются. Ну, так вот нормально, в принципе, у нас было. Вот, пойдет. Так, это мы здесь оставим. Теперь, нас интересует прозрачность. Мы можем что сделать? Мы можем включить ему любой там прозрачность сверху чуть-чуть. Мы можем включить, можем выбрать цвет, чтобы здесь аура была. Ну, у нас же видео, нам это не надо. И вот самое главное, это прозрачность этого всего бокса. Вот мы можем вот так вот его сделать, видишь? Практически он будет бесцветным. Но здесь мы будем красным писать сейчас. Ну, давай посмотрим, как он пишется. Смотрите, берете ручку и пишите все, что хотите. Разными цветами лучше всего это все удаляете. Берете ручку и пишите. А, там цвет такой. Ну, я сейчас сделаю бокс чуть-чуть потемнее, чтобы я видел хотя бы, что я пишу. А потом я сделаю посветлее. Опять карандаш. И пошли. Большую букву ударим. Как раз мы книжку раздаем. Вот, download the report называется. Забери сейчас. Мы можем поменять здесь чуть-чуть размер. Так. Вот так вот. И мы можем поменять цвет. Вот так вот. Так, потому что если вы это, это будет сплошной красный. А так только цифры красные. И здесь можно играться, вот выбрать, вот, чтобы был такой шрифт. Можно выбирать размеры шрифта. По-разному. Попробуйте. Так, мы написали, да? Опять мы сохраняем. Хорошо. Я сейчас пойду выключу видео, чтобы оно мне тут не орало. Но потом вы это себе включите. Все, я вот его затыкаю. Нажал сохранить. Идем смотрим. А, надо было, подожди. Надо было сделать посветлее. Опять закрываем. Нажимаем сюда вниз, как я вам показывал. Нажимаем на каечку. И берем вот этот. И делаем бокс. Как бы меньше прозрачным. Так. Все, сохраняем. Пойдем посмотрим. Я понял. Ничего интересного у нас не вышлось. Так как у нас видео светлое, надо тона брать потемнее. Вы здесь пишите темнее тона. Так. И когда вы нажимаете вот сюда и на галочку, на эту форму, у вас здесь есть такая штука, как background color. Вы ставите сюда галочку, снять галочку. Вот. Когда вы снимаете галочку, вот, ставите. Исчезает полностью окно. Вот это нам самое лучшее. То, что нам надо. Всегда save. Так. И вот эта форма, когда нажимаете, она делается шире, делается меньше. Как хотите, так ее делайте. Хотите ее вообще в угол гонять. Сейчас мы сделаем, чтобы она вообще, вот borders, мы можем ее, нет, не здесь, сейчас, секунду. Corner, особенно дисплей, дисплей дилей, нет, дисплей дилей, это когда, с какой минуты хотите, чтобы играло видео. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мы можем ее загнать вот левее. Эту штуку. А, это меньше делается этот шрифт. Я понял. Сейчас, сейчас, где-то здесь есть такие настройки. Если нашел хорошую кнопку, когда нажал сюда, потом на гайку, здесь написано enable text shadow. Вот, можно еще свет подсвечивать, как вы хотите, и сразу. Интересная тоже штука. Так, но меня интересует другое. Text shadow, glow, нет. Меня интересует, дисплей или мы еще, давай посмотрим. Ну, а все проверяйте. Меня интересует, как сдвинуть этот угол их сейчас. Да, все-таки я нашел, как это сделать. Значит, мы сейчас его чуть-чуть расширим. Так. Да, заходите. Вот нажали сюда, вот эта штука открывается. И мы вот здесь начинаем его сдвигать вниз, полностью. Так. Вниз сдвигаем его. И уходим в левее. Сейчас, сейчас. Там дальше разберемся. Так, назад чуть-чуть. Так, это мы ушли вниз с страницы. Полностью, да? Ага, это мы вправо уходим. Так, влево. Это по центру, только внизу. Вот здесь вы, в общем, играетесь. Как ее сдвинуть? Вот, вот, самый низ пошли. Понятно? Если левее, надо просто меньше сделать обновь. Окей. Так, сохраняем, смотрим. Да, мы ушли чересчур вниз, ребятки. Слишком. Надо подняться. Ясно. Так, мы ушли слишком вниз. Нет, это не оно. Это не оно. Это не оно. Ага. Ага. Вот это оно. Так, понятно. И вот это чуть-чуть оно, да. То есть, в данном случае, если такой большой текст, то лучше всего его держать все-таки посередине. Если такой длинный. Если еще бы маленький, то можно в углу держать. Так, теперь. Все эти штуки можно сделать раздельной. Можно поле под вот этот email вообще, вот, вот сначала вот здесь вот расширить его, да. Потом на него нажимаете. И вот уводите его туда, влево или право, вот. Или сюда. Или по центру. Как хотите, можете это двигать. Так. Значит, теперь цвета можно тоже все менять. Все, что хотите. Без проблем. Можно настройки делать. Любые. И когда вы опять нажали на всю эту тему, да. У вас появляется opt-in form. Вот это ваша штучка, которая вы должны ставить со своего автоответчика. Код. Теперь вы идете на, как его, IOP. Нажимаете на автореспондер, Campaigns. Мы выбираем нашу английскую по IOP. И нам тут здесь что надо. Нам надо нажать автореспондер. Нет, нет. Там Prospects. Там Prospects. Мы спускаемся вниз. И нам нужен теперь HTML-код. Form. Нажимаем его. Он уже у меня есть, но вы можете нажать Создать. Создать. Получится вот такая у вас штука. Как вы видите сейчас. Так. Вы нажимаете Select All. Создать Generate HTML-код. Сгенерали. Потом сделали Save. Вот так он сохранится. Вы взяли вот этот Select All. Скопировали все. Пошли сюда. Сюда вставили. И нажали Process. Все. Он пишет вам, что все хорошо. И мы это все дело сохранили. И перейдем на... Посмотрим, что у нас есть. У нас и шифр, и шрифт он подсвеченный. И вот у нас имя появилось. И email-адрес. И проверяем свой Gmail-овский... Чтобы оно пришло. То есть сбивать свое имя и Gmail. И смотрим, как идет доставка. Вот так мы с вами сделали видео-страницы. Любой фон. Хоть пусть тут киты прыгают. Акулы. Там, я не знаю. Девушки танцуют. Что хотите. Дискотеки. Любой. Или если вы... Этот же... Этот же... Товарищ, он делает и нормальные страницы без видео. Этот конструктор. Вот там куча выборов. Сейчас я вам покажу. Пишу там. IOP English. Вот. Паблиш сохраняем. Нажимаем. Вот. Здесь включаем. И смотрите. У нас уже готовых тут страниц. Красивых. Куча. Уже ничего не надо. Только вставить автоответчик. Свой код с компанией Mail. И все. Уже все страницы готовы. Это только одна часть. Тут спорт. Что хотите. Squeeze pages. Давай. Вот. Чем плохие. Вот. Выбираю. Все. Вот оно. Вот. Ну что мне еще надо. Давай ее посмотрим. Вот я нажимаю там. Давай посмотрим. Visit page. Например. А. Я ее не сохранил. Понятно. Нажимаю. Сохранить. Смотрим. Ну вот. Все. Вы видите. Сколько мне надо было времени. Чтобы сделать страницу захвата. 10 секунд. Любую. На любой компьютер. На любой экран. Таких. Картинку сейчас прям поменяю. В любую секунду. Она станет как родная. Где хочет. Это очень хорошо конвертируемые страницы. Красивые. Все. 5 секунд. У вас там. Выбор. Как вы хотите. И свои. И чужие. Видео. И какие надо. Спасибо.